Не так давно японские ученые создали 15-дюймовый жидкокристаллический монитор, изображение на котором остается невидимым без специальных очков. Стоимость новинки 300 тысяч йен, это приблизительно 2,5 тысячи долларов. Новыми мониторами планируется оснастить японские банки и магазины, в которых клиенту не обязательно видеть работу оператора. Впрочем, для рядового пользователя гораздо важнее разобраться с элементарными вещами, например, как выбрать LCD-монитор, чтобы можно было работать и с текстами, и с графикой. Подробности в сюжете Андрея Золотарева. Благодаря абсолютно плоскому экрану и весьма компактным размерам, жидкокристаллические мониторы становятся все более популярными. К тому же они безопаснее своих электронно-лучевых аналогов. При том, лучевая трубка хуже чем. Там есть такое понятие, как развертка. Развертка подразумевает собой мерцание. Вот, соответственно, мерцание постоянное, губительно на глаза влияет. А LCD-монитор, ну, его можно сравнить с листом бумаги. То есть фиксированное изображение на самом пикселе. Он не мерцает, он просто горит, светится. Однако жидкокристаллические мониторы не способны в полной мере поддерживать 32-битный цвет. Поэтому использовать их для профессиональной работы с графикой не стоит. Наилучшее применение LCD-монитором – офисная работа. Большие объемы текста не утомляют глаза. К тому же на экране не возникает бликов, даже если монитор развернут к окну. Проблемы могут возникнуть только при смещении угла зрения, изменятся цвета. Да и с комфортом поиграть с быстро движущимися объектами не получится. Если же будут какие-то игрушки с использованием экшена, то есть быстрые динамичные игры, вряд ли, даже объясню почему. Потому что есть такое понятие, как время реакции пиксела. Что это такое, что из себя это представляет? Это время, когда определенный пиксел, вот эта точка, переходит от черного в белый свет. В среднем у нормальных мониторов она составляет около 25 миллисекунд. Вот все, что выше, соответственно, это уже хуже. За счет небольшого корпуса видимая поверхность таких мониторов, как правило, на 1-1,5 дюйма больше, чем у обычных моделей. К примеру, если взять 15-дюймовый электронно-лучевой дисплей и LCD-монитор такого же размера, то экран первого составит 13,5 дюйма, а жидкокристаллического уже 14 с лишним. При покупке обязательно следует проверить сохранность матрицы. Из чего состоит матрица? Это много-много-много точечек, определенное количество. В некоторые точки бывают выбиты. Из-за чего это бывает? Ну, где-то на складе кто-то что-то пнул, вот, соответственно, вылетел пиксел. Чтобы удостовериться в целостности матрицы, следует не только включить монитор, но и внимательно осмотреть его, меняя при этом цвет экрана. Выбитый пиксель будет постоянно гореть каким-то одним цветом. Продолжение следует...